Мы видели совершенно потрясающие истории типа в Саратов 6 тысяч человек пет за огромный митинг и митинги произошли во многих городах, где вообще их отродять не было никакой битвы. Норильск, например, где последнее было в 1952 году, когда заключенные восстали. В этом смысле акция совершенно была беспрецедентной по географическому охвату, и мы не именно географический охват ставили главной целью, поэтому, конечно, мы находим эту акцию крайне успешно. А в Москве? И московская, и питерская акции были большие, и там, и там было сделано все для того, чтобы снизить количество участников, запретив фактически обе акции. Я очень доволен тем, что люди вышли, и я горжусь тем, что я являюсь частью вот этого движения, в котором смелые, замечательные люди не боятся вот этого пара, даже под угрозой каких-то задержаний и всего остального. Задержаний было меньше, чем в прошлый раз. Их было много, конечно, и они были совершенно безосновательны. Людей выхватали направо и налево. Но еще раз, главное, о чем нужно помнить, что нельзя задержать или арестовать всех. Это, безусловно, агрессивные и пугающие действия власти. Безусловно, это большая трагедия, когда несколько человек подверглись незаконному уголовному преследованию. Но все происходящее нам еще раз показывает, что большие массы людей, большие группы людей регрессировать нельзя. И власть ничего не может сделать с реально десятками тысяч выходящими на улицу, поэтому нужно продолжать участвовать в акциях мирно. Но если нам не дают участвовать, все равно нужно выходить, нужно не ждать никаких разрешений. Скажите, была у вас идея не ночевать дома, а выйти на улицу из другого помещения? Эта идея была, но она нереалистична, потому что каждый раз перед каждым митингом за пять дней за мной так плотно ходят наружные наблюдения. Они совершенно не скрывают, что можно, конечно, изображать какой-то шпионский фильм и перепрыгивать из одного вагона в метро, но я же не ребенок. Несколько слов по лифту отойдите, пожалуйста, отойдите, пожалуйста, от лифта. Субтитры сделал DimaTorzok